Привет, моя золотая девочка! Ты мой родной человек души моей. Ты знаешь, триггер это, наверное, какое-то новое слово. Я почитала твои комментарии. Наверное, вот поэтому я начала об этом говорить откровенно, для того, чтобы будущие мамы и нынешние мамы понимали, что дети это действительно не просто ответственность, это будущая судьба будущего нового поколения. Что мы не вечны, мы рано или поздно уйдем из этой жизни и оставим после себя наследников великого мира этого. И очень важно, смогут ли эти дети потом адаптироваться в этом мире. Понимаешь, а все зависит от чего? От того, что мы прожили в детстве, правда? Наши психологические, родовые травмы, детские травмы. Люди привыкли это называть кармой, но это не карма. Это просто часть того, что в нас вложили. Поэтому я все время об этом стараюсь говорить открыто и очень часто поднимаю эти темы на эфире. Потому что на самом деле после таких отношений от собственных родных кровных родителей выбиться в люди и стать заботливым, любящим родителем и полноценным, как благополучным человеком в социальной ячейке очень тяжело. Потому что когда ребенок растет с чувством, что я плохой, поэтому меня бросили, он потом не сможет с этим чувством переключиться, как тумблер в семье, например. Я хорошая, поэтому он меня любит и живет со мной. Нет, она будет всю жизнь жить, эта девочка, с чувством, что она плохая. Поэтому ее бросили. И когда ей будет изменять муж, она будет думать, ну это же нормально, я же плохая. Когда ее обидит сосед, она будет думать, ну это же нормально, я же плохая. Когда кто-то у нее украдет сумку, деньги, кошелек, цепочку сорвет, она будет думать, ну это же нормально, я же плохая. И вот здесь самая главная ошибка. Наши мамашки, я по-другому их не назову, не задумываются о том, как мы потом будем жить после этого. И я вот всегда девчонкам говорю, блин, как бы тяжело не было, как бы вот там совсем, научитесь любить детей после развода. Они все равно ваши, они никому не нужны. Ни один мужчина в мире, блядь, никогда не пропиздует ради детей сотни тысяч километров, не пожертвует своим хочу, не засунет свою я себе в жопу, понимаешь? Ни один мужчина этого не сделает, это делают только женщины. Мы несем действительно очень весомый груз такой. И поэтому я об этом всем разговариваю для того, чтобы девочки понимали, что нет, посиди тут, я поеду за работу. Нет, вот ты кем хочешь будь, но никогда не бросай детей. Да похуй, что о тебе мир скажет. Да проститутка ты, шалава, блядь, посудомойщица, уборщица, достойная, пристойная, толстая, худая, да похуй, что мир скажет. Никогда не бросать детей, потому что дети предательства простят. Они потом поймут, что вам так надо было, для них так лучше может быть. Но ощущение внутри души, что ты не нужен даже кровному, родному, кто тебе жизнь эту дал, никогда не уйдет. Никогда. Поэтому я очень хорошо тебя понимаю. Самое святое, лучшее, что у меня было в моей семье, это дедушка и бабушка. Никого больше не было, нет и не будет. Теперь есть моя дочь у меня, с которой я создаю жизнь с нуля. Вот там умерли дедушка и бабушка в Украине, и больше дома у меня нет. Я бездомная, я безродная осталась, без роду и без племени. Потому что других родителей я не знаю. Как-то так. Люблю тебя очень сильно, смотрю всегда за твоими роликами, и ты просто потрясающая мама. Действительно. Я иногда думаю, я так устала. Потом захожу, смотрю, как ты собираешь два колобанчика, два тормозка в школу, и думаю, ёпт твою мать, она, наверное, встает в 4 утра, чтобы все успеть, потому что по-другому не успеет. Ты очень хорошая мама, безумно, и красивая женщина. И как человек от тебя исходит тепло. Моя золотая, хорошего тебе всего. Я всегда душой и сердцем с тобой.